У меня вообще создается такое впечатление, что наши политики в последнее время просто проверяют стойкость народа, насколько он готов позволить над собой поиздеваться. Все совершенно нелепые с виду законы, они, может быть, если в них копнуть поглубже, как это, например, было с кружевным бельем, и действительно качество материала, из которого это белье изготавливается, то, безусловно, там есть определенные логические и абсолютно понятные предпосылки. Но сами заголовки этих законов вызывают совершенное отторжение в первую же секунду у большинства населения. Такое ощущение, что действительно проверяют на стойкость. С интернетом это вообще какая-то катастрофа. Я человек интернета, я прекрасно понимаю, что интернет – это способ быстро и легко найти нужную информацию, найти нужного человека, совершенно по-другому построить свой образ жизни, работы, общения. Я не понимаю, каким образом. У меня еще пять лет назад, когда я читала про Китай, у меня волосы дыбом вставали, как эти люди живут. И, конечно же, вот этот закон с интернетом – это полная провокация. Я понимаю, что, может быть, он чем-то обоснован. Там есть, безусловно, предпосылки, которые позволяют лучше управлять толпой, народом и всячески вести политическую работу внутри государства. И, может быть, даже по бизнесу некоторым определенным структурам и людям это будет выгодно. Но зачем так издеваться над людьми-то? Серьезно, у нас слово «свобода» – это стала разменная монета для манипуляций. И как только задевается любая из… Вот такое ощущение, знаете, что это вот бубен, который летит в воздухе, извинит. И все время с одной стороны его задевает, с другой стороны, с третьей, с четвертой, с пятой. Теперь интернет. Ну, это уже святая святых. Зачем? Ну, вы же отпустите. Ну, подождите хотя бы год. Дайте, пожалуйста, передохнуть после всех этих трусов и каблуков. Продолжение следует...